Всем привет! Эта фотография шокировала и подвигла меня сделать данное видео, и мы видим, что на этой фотографии происходит, она была сделана в Казани, два лежащих полицейских, они должны остановить либо владельцев скутеров, этих электроскутеров или велосипедов от слишком быстрого передвижения по тротуару. И, собственно, что хорошего в данной мере от чиновников не знаю, если честно, потому что в конечном итоге, если вот этот конкретный случай разбирать, то перед зеброй в любом случае, наверное, нужно остановиться и посмотреть вправо, влево и снова вправо. В принципе, для обычного человека, который эти действия перед пересечением дороги исполняет, ничего не изменилось, он и так снижал скорость, и так смотрел по сторонам. Но нет, здесь именно вот чиновники узрели проблему вселенских или, по крайней мере, городских масштабов и употребили городской бюджет именно вот в эту меру. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Давайте подискутируем в комментариях. Но сегодня я хотел рассказать просто о своем видении развития инфраструктуры, велоинфраструктуры, конечно же, в России, и какие есть предпосылки для этого. И почему в таких странах, как Германия, там, не знаю, Дания, Голландия, с этим проблем особых нет. И здесь, конечно же, весь вопрос кроется в развитии человека. Не от 30 лет, когда он впервые откроет, там, мой канал, узнает, что вообще велосипед существует, или чей-то еще канал велосипедный. Нет, речь идет буквально о развитии человека с пеленок и как оно происходит здесь, в условной Германии или в Голландии, и в чем разница развития человека в той же самой России. Конечно же, в контексте велосипедизации здесь стоит упомянуть о том, что немцы любят велосипеды, голландцы любят велосипеды. Ну, давайте на немцев все-таки остановимся, не буду перечислять все эти страны, в которых тоже любят велосипеды. Короче, немцы, когда ребенка еще запланировали, они, во-первых, покупают другую машину. Они ездили на Volkswagen Polo, Golf, у кого немножко денег побольше, там, BMW, без понятия, ребенок был запланирован, скажем так, или произошел залет, как это обычно чаще бывает, и все, нужно покупать новую машину. То есть, для ребенка уже специально нужно больше места, хотя всего одного ребенка-то пока что собираются родить, но уже нужно брать универсал или семейный, вот эти вены. На этом, конечно же, дело не ограничивается. Само собой, комната для ребенка. Потом велосипед мужа или жены или обоих оснащается местом, да, специальным детским местом для ребенка. Сейчас продается от Riesel & Miller, вот такой вот e-bike, где сзади специально уже интегрировано в стоке. Место классное, кстати, очень удобное, с двумя там подушками, со спинкой, с рулем даже небольшим, ну, можно придержаться, придерживаться. И на оси можно подставки даже для ножек сообразить. То есть, там это все в стоке есть, можно их поднять, и они будут, соответственно, работать. То есть, не нужно, чтобы ноги болтались или еще что-нибудь такое, тоже не совсем удобно. Вот, и это все начинается тогда, когда ребенка-то еще и даже не появилось. Ну, или он вот только-только появился. Потом, что происходит дальше, детский садик тоже. Здесь, опять-таки, ребенка привозят либо на велосипеде с специальным креслицем для ребенка, либо это тот же трейлер для детей. Там иногда даже и собак возят, или двух детей. То есть, там самые разные трейлеры есть. Этим тоже вопросом здесь занимается. Потом, после детского сада, школа начинается. Здесь, когда ребенок более-менее уже начал, скажем так, свою самостоятельную жизнь, что ли, не знаю, когда уже начал платить налоги, нет. Но, короче, когда он более-менее координирован и более-менее уверен в себе, он уже начинает с родителями ездить тоже на велосипеде. И до девяти, по-моему, лет, если не ошибаюсь, или чуть постарше, можно ездить по тротуару вместе с пешеходами и на вот этих маленьких велосипедах. Соответственно, немцы сначала тренируют своих детей на беговеле. Тоже очень популярная тема. Беговел. В России я не помню, чтобы такое было в моем детстве. По крайней мере, сейчас наверняка можно купить, но не настолько распространено, думаю. Но вы знаете больше, тоже в комментариях укажите, пожалуйста. После этого беговела, который тоже ориентации учит, потому что хоп-хоп-хоп, разбежался, и потом можно ножки-то отпустить и по инерции уже катить. И потом уже появляется с педальками. Вот велосипедов с поддерживающими колесиками я здесь вот, кстати, очень редко видел. Видел, но это крайне редкость. Сейчас очень маленькие дети, они катаются уже фактически без какой-то помощи. Теперь школа, окей, катается вот на этих велосипедах до сих пор с родителями. Это нужно, по-моему, даже родителям привозить своих детей. И потом с какого-то возраста, я точно не знаю, можно уже самим кататься. Дети в итоге детей не возят на... вот как в Америке постоянно на... там показывают, по крайней мере, я не знаю, как на деле. Но на машинах там круг постоянный такой, ребенка отдают дальше, едут и такой караван из машин родителей. Либо там на автобусе. Здесь тоже автобусы есть, но большинство все-таки, по-моему, приезжает именно на велосипедах. Огромнейшие парковки около гимназии и других учебных учреждений для велосипедов имеются. Тоже показывал даже в своих видео здесь парковку для гимназии и прочее. Вот. И с тех пор, вплоть до окончания школы, дети будут ездить на этих велосипедах. Потом они, где-то в 16 или что, когда уже можно получить права или даже чуть пораньше на мопед, они начинают... кто-то начинает экспериментировать с мопедом, кто-то даже потом машину себе приобретает. Ну, родители, естественно, права делают и прочее-прочее. Но, в общем и целом, с пеленок вот это знание и знакомство, близкое очень с велосипедом, оно сильно помогает в будущем. Потому что вы видите, что процент тех, кто ездит в итоге на велосипедах, он огромнейший в сравнении с той же самой Россией. И опять-таки, почему? Вот почему. Потому что это чертова культура велосипедизации, скажем так. Начинается она от родителей. И, извините меня, если вы собираетесь ребенка завести, но у вас нет денег на вот это все описанное, на беговелы, на коляски, на ваш велосипед для детей, на велосипеды для ребенка, тоже на рост всякий, то есть ребенок растет, нужно больше велосипед будет покупать. Если всех этих денег нет, то, реально, на хрена вы заводили ребенка? Серьезно, вы обделяете его. И это другая тема. Вернемся, однако, к России. И что там? Я могу из своего опыта только по этому вопросу говорить. Для меня велосипед в России был чем-то буквально на пару месяцев, когда мы ездили на дачу. И это был дачным видом транспорта, или, да, просто для покатухи, для кайфа. Среди друзей там катались тоже люди на велосипедах. И, да, это все. В городе на велосипеде? Нет, я вообще не знал, что так можно. То есть Казань настолько был и до сих пор, да, если честно, является отдаленным от использования велосипеда, что просто жесть какая-то. Я не знаю, где там можно кататься на велосипеде безопасной, особенно если школьник, где этот велосипед оставлять. То есть нет абсолютно никакой культуры этой велосипедной. И когда сейчас взрослые лбы, как я, да, если бы я жил до сих пор в России, думают, блин, вот эти черти поставили тут лежачих полицейских, они не охренели. Вон, нужны машины, чтобы они медленнее ездили и прочее. Их нужно санкционировать. И где вот это все, велоинфраструктура и прочее. Вспомните свое детство, да. Велосипед отсутствовал в нем в качестве, вот, в том качестве, которое он знаком детям здесь, в Германии. И от этого все проблемы, собственно. То есть с чего бы это все появилось? И здесь вы, наверное, подумаете, сейчас будет вывод. Сейчас он скажет, что нужно делать. Но на самом деле этого совета у меня нет. По крайней мере, вот в масштабах одного индивидуума. Вы, наверное, слышали, там, в Англии сейчас дефицит водителей-дальнобойщиков. И там вроде как относительно легко получить рабочую визу. Что-то такое. Если у вас есть опыт, по-любому можно что-нибудь попробовать. Но это не то, чтобы я советовал, потому что я не знаю, как там в Англии с этими дальнобойщиками дела обстоят в плане оплаты, жилья и прочего, и прочего. Но здесь вот в Германии можно, если у вас есть знакомые, кто в медицинских учреждениях работает и не прочь заниматься уходом, уходом за больными, уходом за пожилыми людьми и прочее, это всё сейчас в офигическом дефиците в Германии. И фактически можно себя вот в этой области проинформировать в интернете. И предлагают курсы буквально на год. Всё это оплачено, жильё оплачено, по-моему, всё вообще оплачено. И если вы сдаёте, в конце концов, этот курс, то вы можете остаться и дальше работать. То есть вам дают на всё это время вот эту голубую, по-моему, визу, или что-то такое, голубую карту, или что-то такое. Вот. Образование надо. А? Образование надо, да, медицинское? Ну да, я и же говорю, медицинское. Это всё же то, что я вначале сказал. Ну ладно. Окей, это, возможно, не решение для каждого, но это решение, которое я могу предложить. Если есть какой-то универсальный рецепт, тоже с удовольствием прочитаю. Поделитесь своей мудростью внизу, где-то в комментариях. Не забывайте поставить соответствующую оценку этому ролику, подписаться, если ещё нет. И до-до-до.